Игра со вкусом. Телекафе.ру Свежее и быстрое. Свежее и быстрое. Свежее и быстрое. Здравствуйте. Сегодня я буду готовить блюдо из яиц. Если у вас дома завалялась пара яиц, голодными вы не останетесь. Первым делом я приготовлю простой омлет по-французски. Главное не пережарить его и использовать только свежие продукты. Прежде всего разобьем два яйца. У меня наисвежайшие яйца только с фермой. Прямо в миску. Добавлю немного воды. Так мой омлет не окажется твердым. Примерно пол скорлупки воды на два яйца. Теперь я возьму разогретую сковородку. Ароматизировать омлет можно практически чем угодно. Но сегодня, так как у меня в холодильнике завалялось несколько отваренных картофелин, добавлю к ним пармезан и свежую зелень. Отличная начинка для омлета. Порежу картофель. Сковородка нагрелась. Дело за маслом. Возьму оливковое. И... Немного сливочного. Не соленого. Я хочу, чтобы оно стало красивого коричневого цвета. Поскольку я добавил оливкового масла, оно не подгорит, а станет орехового цвета. Если, конечно, не оставить его слишком надолго. Итак. Я хочу, чтобы масло стало красивого коричневого цвета. Оно хорошо разогреется и придаст омлету хрустящую корочку. А затем мы добавим начинку, завернем и приправим. Поскольку, если добавить специи вначале, омлет будет сухим. А я хочу, чтобы в серединке он остался сочным. И главное вовремя снять, чтобы он не пережарился. Масло покоричневело. Добавляем яйца в середину, чтобы они распределились равномерно. Я не дам ему совсем загустеть, только слегка. Теперь я добавлю первую треть картошки, чтобы она прогрелась. А потом приправлю солью, свежемолотым перцем. Несвежей зеленью. Пора снимать. Перед вами омлет. Внутри он сочный. Это очень важно. Так как, если бы я его пережарил, он получился бы совсем сухим. Сверну его. Еще раз. Поджарю немного. Затем перекладываю его на тарелку. Получился восхитительный омлет, который хорош и на завтрак, и на обед, и на ужин. Я добавлю немного пармезана. Попробую его сверху на омлет. И еще немного перца. Так всего из пары яиц и вчерашней картошки получилось блюдо, достойное короля. Яйца, вода, отварная картошка, петрушка, базилик, пармезан, несоленое сливочное масло, соль и перец, и оливковое масло. Считается, что слово омлет происходит от французского слова «le mei», то есть тонкая пластинка, которая описывает форму омлета. Моим вторым блюдом станет итальянская фритата. Есть несколько способов ее приготовления. Можно запечь довольно толстую лепешку, добавить туда пасту, картофель или другую начинку, и перед подачей нарезать на большие ломтики, как делают в кафе. Но есть и более простой способ. Получится тонкий открытый омлет с добавлением начинки и приправ, который поместится на тарелке. Моя фритата будет с жженым маслом и шалфеем. Первым делом нальем оливковое масло на сковородку. Как и для омлета, в нее мы нальем яйца и обжарим их. Я хочу добавить туда спаржу и лук-шалот. Спаржу я бланшировал несколько минут в кипящей подсоленной воде, а потом выложил на лед, чтобы она сохранила зеленый цвет. Я приготовил ее заранее, так как фритата жарится очень быстро. Масло нужно разогреть очень сильно, чтобы оно почти дымилось. И заливаем яйца. Принцип тоже. Распределяем их по всей сковородке, чтобы они готовились равномерно, иначе они обжарятся только по краям. Так, теперь спаржа. И шалот. Сейчас я сдвину его в сторону, так как он готовится очень быстро. И приправлю солью, перцем. И главное, пармезаном. Пока я это делаю, мой омлет или фритата начинает схватываться. Это значит, что в середине он еще жидкий. Выглядит отлично. Яйцо еще не совсем готово. И при подаче на стол омлет будет сочным. Проще всего опрокинуть его на блюдо. А на сковороду кусочек масла. Я обожаю этот северо-итальянский способ жжения масла с шалфеем. Нужно как следует карамелизовать его, чтобы получить глубокий и насыщенный аромат. Когда молоко выпаривается, масло начинает гореть. И получается этот чудесный аромат. Листья шалфея. Много соли. Как видите, листья начали зажариваться, добавляя аромат масла. И у нас получается великолепная заправка из жженого или, если хотите, коричневого масла для нашей фритаты. Итак, все готово. Просто великолепно. Пахнет отлично. Еще немного пармезана. По всей тарелке. Если добавить ветчины, тушеных артишоков и чудесных обжаренных цукини, получится итальянская закуска. Яйца. Спаржа. Зеленый шалот. Пармезан. Шалфей. Несоленое сливочное масло. Соль и перец. Оливковое масло. Пармезан – это русское название итальянского твердого сыра Грано Пармиджано Реджано. Или просто Пармиджано. А теперь я приготовлю блюдо. Очень простое. Но его часто кортят. Ишницу болтуют. Что может быть проще? Всего пара ингредиентов. Нам понадобится по два яйца на человека. Взбиваем их. Важная часть рецепта – это сливки. Нужно примерно треть стакана на два яйца. Вам может показаться, что это много, но аромат и нежность убедят вас. И соблюдая умеренность, можно спокойно есть сливки и яйца, не боясь холестерина, если вы не едите их каждый день. Итак, выливаем все на сковородку. Это очень похоже на приготовление омлета, но масло не должно быть раскаленным. Я хочу приготовить нежное блюдо. Итак, немного масла. И я не солю, пока яйца не схватятся, иначе белок затвердеет. И это очень важно для омлетов. И любых блюд из яиц не пережаривайте. И помните, при подаче на стол оно все еще готовится. Сначала расплавлю сливочное масло. Оно не должно коричневеть. И, как видите, этого не происходит. Я буду готовить омлет на медленном огне, помешивая, как будто делая складки. Я не буду пытаться разбить их на тысячу кусков, как это часто делают. Я просто хочу, чтобы яйца собрались в единую массу. Затем я ее сверну и положу на тарелку. Подам ее с копченым лососем, каперсами, испанским луком и шалотом. Если подать ее с икрой, получится одно из самых изысканных блюд на свете. И его можно есть не только на завтрак, но в любое время дня. Итак, масло уже закипело. Выливаю. И просто помешиваю схватывающиеся яйца, не разрывая их, а как бы переворачивая, не измельчая их. Часто вам подают блюда из плотных маленьких яичных шариков, которые совсем сухие, потому что их пережарили. Как видите, я просто сдвигаю их, делаю складки, оставляю на время. Настоящая яичница болтуния готовится с любовью не так легко, как другие блюда из яиц, но если постараться, получится просто великолепный результат. Как видите, я очень аккуратно помешиваю яичницу, и на этой стадии я должен добавить соль, морскую соль, богатую минералами. Мы не получаем достаточного количества минералов, поэтому такая соль с минералами очень полезная. Свежемолотый перец. И помешиваем. Я снимаю яичницу с огня, но она продолжает готовиться. Это очень важно. Нужно снять ее с огня, пока она еще не совсем застыла. Пережаренная болтуния отвратительно. Итак, вот наша болтуния. И завершающий штрих. Копченый лосось сверху. Каперсы, шалот, испанский лук. И это не завтрак. Это будет мой обед. Немного оливкового масла. И на все это великолепие добавим перца. Получилась отличная, сочная болтуния. Она не пережарена. Она великолепна, нежна. Ее можно есть в любое время дня с чем угодно. Деликатес фантастический. Яйца, сливки, копченый лосось, каперсы, зеленый шалот, испанский лук, несоленое сливочное масло, соль и перец, оливковое масло. В Австралии копченый лосось готовит, используя местную твердую древесину, которая придает рыбе нежный аромат дыма. И скажу вам, что хотя на вид не очень красиво, но вкус отличный, попробовав раз, вы будете готовить это часто. Это классический салат с яйцом вкрутую. В него могут входить любые овощи с огорода. У меня тут морковь, которую я натру и приправлю оливковым маслом, красным винмуксусом, изюмом, испанский лук и отличные помидоры прямо с фермы. К ним я добавлю оливковое масло и бальзамический уксус, а сверху яйцо, тертый пармезан и петрушка. Очень просто, но очень вкусно, с замечательным свежим хлебом и бокалом вина. Итак, натрем морковь. Раньше я уже готовил блюда, куда тер морковь, свеклу, картофель и другие овощи, смешивал их и получал чудесную закуску из сырых или тушеных овощей, анчоуса. Такие салаты – классическая французская закуска. Итак, у нас тут морковь, изюм, который я замочил, чтобы он немного размяк, соль, много свежемолотого перца, страшный беспорядок у меня тут. Красный винный уксус – это отличный испанский уксус, но можно взять и любой другой красный винный уксус. Оливковое масло первого отжима – мы используем только его. Отлично, оливковое масло производят не только в Италии, Испании, и в других европейских странах, но и в Новом Свете. Во многих-многих местах. Очистим доску. И быстро нашинкуем испанский лук. Он добавит в наш салат приятный хруст. Этот лук действительно сладкий. Помидоры режем примерно на 8 частей. Соль, побольше перца, и оливковое масло. При желании его можно заменить на другое масло. Например, на масло из грецкого ореха или лесного ореха, или можно взять оливковое масло другой марки. Оно, как и вино, меняет вкус в зависимости от почвы и климата. Итак, у нас два очень простых салата. Я добавлю свежие петрушки, только листья. Это пойдет сюда, вниз. Смешаю морковь с изюмом и дам как следует пропитаться маслом и уксусом. Прямо наверх. Осталось только взять мое яйцо, которое я положил в холодную воду и варил около 10 минут. Потом я его достал и подержал под краном. У меня получилось яйцо, сваренное вкрутую, слегка мягкое, в середине. Это очень важно для нашего салата, потому что мы хотим, чтобы желток растворился в соусе и загустил его. Мы аккуратно чистим яйцо. Вот наше яйцо. Оно такое нежное. Я быстро режу его и кладу на салат. Приправлю солью и перцем. А сверху немного пармезана. Дело в том, что это яйцо, вкусное и с жидким желтком, придает салату особый аромат, особую текстуру. Все благодаря желтку. Я советую вам попробовать сварить яйцо так, чтобы желток был жидким. Яйцо, испанский лук, помидор, бальзамический уксус, петрушка, морковь, изюм, красновинный уксус, пармезан, соль и перец, оливковое масло. В яичной скорлупе более 17 тысяч пор, через которые внутрь поступает кислород, а наружу выделяется влага и углекислый газ. Это самый простой салат с яйцом пашот, сваренным без скорлупы. Для его приготовления вода не должна кипеть слишком бурно, и ее не должно быть слишком много, чтобы яйцо не потерялось. Немного уксуса, чтобы белок легче затвердел и соль. Для заправки я возьму немного уксуса, оливковое масло и жир из бекона или панчатты. Затем я заправлю салат, сверху положу яйцо пашот, получится очень питательный салат, в котором три ингредиента. Заправка, и он прекрасен. Для начала на сковородку я кладу кусочки панчатты или лардона, это итальянское и французское название бекона, он нарезан особым образом. Сковорода у меня с антипригарным покрытием, поджарю бекон или панчатту, из этого я буду делать заправку к салату. Кстати, о животном мире и холестерине. В умеренном количестве это полезно, жир, это аромат. Главное, не есть его каждый день. И яйцо пашот. Подсолим воду, я немного прибавлю огонь, но вода не должна кипеть слишком бурно, иначе яйцо разлетится на части. Немножко уксуса, чтобы яйцо лучше затвердело, и маленький фокус, чтобы яйцо не растеклось, разбейте его сначала в чашку, а потом вылите в кастрюлю. Держа низко над водой. хорошее свежее яйцо сохранит форму. Все, что я делаю, это просто, просто собираю его. Как видите, оно начинает приобретать форму, неаккуратные кусочки попадают в воду, это не важно, если само яйцо не растекается. А когда оно начнет приобретать форму, просто поливайте его сверху водой, чтобы оно проварилось. может произойти следующее. Если вода будет кипеть слишком сильно, вы бросите туда яйцо и потеряете его. Оно просто лопнет. Варите его до нужной вам консистенции, вкрутую или в смятку. Для моего салата яйцо должно остаться слегка жидким, потому что желток добавится к заправке, как только вы проткнете яйцо вилкой. Он смешается с заправкой, густой, ароматный, сочный. Это отличный способ приготовить заправку. Именно поэтому в салате Цезарь использует чуть проваренные яйца. Итак, готово. Выглядит великолепно. Жаль, телевизор не передает заправку. А он восхитительный. Тут у меня много панчатты, но мне нужна всего одна ложка для моего салата. появился отличный аромат. Яйца тоже доходят. Белок уже затвердел, я полюю немного водой, желток. Когда яйцо готовится вот так, медленно, вы можете наблюдать за ним, приглядывать, чтобы ничего плохого с ним не случилось. А когда все быстро жарится на сковородке, яйца легко пережариваются, а пережаренные яйца невкусные. У идеально приготовленного яйца жидкая серединка. Так желток сохраняет свой чудесный вкус. У нас все в порядке. Еще совсем немного. Я как раз успею собрать салат. На сковороду немного оливкового масла, в беконе или панчетти уже много соли, добавим перца. И чтобы уравновесить их, я сделаю вот что. посмотрите. Возьму немного салата фризе или можно взять например ромейну. Теперь я брошу на него сверху горячую панчетту и подливу. Хочу сказать, вы, к сожалению, не можете почувствовать аромат, но он просто великолепен. Приготовьте это и сами увидите. Итак, выкладываем в тарелку. зелень, затем бекон, точнее панчетти. Я говорю бекон, но здесь у меня панчетти. А вообще можно использовать любую копченую свинину на ваш вкус. Здесь у нас яйцо, как видите, белок застыл, желток, он такой хрупкий, он лишь слегка прогрелся. Сверху немного надо будет положить молотого перца, протрем тарелку и скажу вам, что хотя на вид не очень красиво, но вкус отличный. Попробовав раз, вы будете готовить это часто. Яйца, панчетто, красный винный уксус, салат фризе, соль и перец, оливковое масло. Салат фризе в Британии называют эндайв, а в Америке цикорий. Во Франции это шикуре фризе, то есть кучерявый цикорий. Надеюсь, вы увидели, сколь многогранно простое яйцо. Сегодня мы приготовили всего несколько блюд, но если у вас в холодильнике осталось еще несколько яиц, вам обеспечены вкусные блюда. Нужно хорошо перемешать. В следующем выпуске мидии с таратором. перемешиваю, чтобы все пропиталось и поедая это мы будем чувствовать великолепный аромат перецких орехов. Салат из кальмара, стейк с сальсой и жареная скумбрия с паприкой и чесноком. Ведущий Нейл Перри, композитор Энди Сидари, продюсер и режиссер Майкл Робинсон. Фильм озвучен по заказу ЗАО Первый канал Всемирная сеть. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин